Особые дети – зона особой ответственности взрослых. Эту фразу любят повторять наши политики и общественные деятели. Но кто же такой особый ребёнок? Кого вы себе представляете, когда речь идёт об особых детях? Когда мы говорим о детях с ограниченными возможностями, наше воображение нередко рисует нам немощных и беспомощных людей где-то там, за обочиной нашей повседневной жизни. И тем не менее, это далеко не так. Вернее, абсолютно не так. Это точно такие же дети, которые точно так же хотят играть, смеяться, дружить, рассказывать сказки. Сегодня мы попросим людей, которые вершат большую политику, лицом к лицу встретиться с теми, чья судьба зависит от принимаемых законов. Требуется ли определённая смелость для такого шага? Сейчас посмотрим. Наш первый гость – председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Миккельсон. Он прочитает ребятам сказку Макса Круза о синем слонёнке Мимбо Джимбо, который очень хотел, чтобы его приняли сородичи – большие серые слоны. «Была осень. Мимбо Джимбо пройдил в раздумьях. А когда он не бродил в раздумьях, то сидел дома и читал толстые книжки. Все они были про слонов. Мимбо Джимбо, а зачем тебе читать столько книжек?» – спросил Мумбо Джумбо. «Это же про моих родственников», – сказал Мимбо Джимбо. «А с родственниками хотя бы один раз в жизни-то надо встретиться. Это большие дикие серые слоны. Они бродят под дикой саванне, валяются в грязи и купаются в реке. Это моя семья, и я очень по ней скучаю». «Так почему бы тебе их не навестить?» – спросил Мимбо Джимбо. «Я боюсь, вдруг они станут надо мной смеяться», – ответил Мимбо Джимбо. «Потому что я маленький и синий, и не дикий. Может быть, они меня даже затопчут или прогонят?» «Мимбо Джимбо плохо представлял себе, что значит навешать семью. Ведь его мама жила совсем рядом под корой, на которой стоял его дом. И день-деньской пекла пончики». Смотрите, вот дом здесь, а это слоново здесь. Мимбо Джимбо здесь. Но он понял, как это важно для его друга, и вот, что он сказал. «Мимбо Джимбо, хорошо, это закончится или плохо, но, по-моему, ты должен навестить диких слонов, а не то ты будешь жалеть об этом до конца жизни». «Верно», – сказал Мимбо Джимбо, и тогда он собрал чемодан. И двинулся в путь. «Наконец-то у нас будет тишина и покой», – сказал один Лех. «Да», – прибавил второй, – «а если нам повезет, слоны оставят его у себя». «Прощай, Мимбо Джимбо», – сказал Мумбо Джимбо. А Фреди сказал, посмотрим, что из этого выйдет. Итак, Мимбо Джимбо отправился на поиски диких слонов. «Он шел через высокие горы, он шел через пустыню, он шел через джунгли. А однажды утром он вышел на пушку и увидел больших слонов». Видите, слонов здесь. Мимбо Джимбо увидел. «Ой, нет», – подумал Мимбо Джимбо, – «вдруг они меня засмеют или рассердятся. Еще не поздно вернуться домой». «Нет-нет, я все-таки сейчас возьму и подойду к ним». «О, большие слоны, я пришел, чтобы бродить с вами по дикой саванне. Не смейтесь надо мной, хотя я маленький и синий, я такой же слон, как и вы». Смотрите, Мимбо Джимбо здесь, а эти большие и дикие, сырые слоны. «И хотя я маленький, я много чего умею». «Тут он размахнул свой чемодан и смастерил машину. А когда машина врезалась в дерево, он тут же переделал ее в самолет. А когда самолет упал и разбился, он достал свои краски и кисти. «Еще я умею рисовать картины», – сказал Мимбо Джимбо. «А закончив рисовать, он достал гитару и сыграл диким слонам симфонию. «О, большие слоны», – сказал Мимбо Джимбо. «Я хочу научиться жить, как вы. Можно я буду пройдиться вместе с вами?» Вот здесь, как Мимбо Джимбо, с большими слонами действуют. Краски везде. И тогда заговорил самый большой, самый старый слон. У него был такой глубокий и гулький голос, что казалось, что это гудит сама земля. «Синий малыш, ты умеешь много такого, чего не умеем мы. И вряд ли ты у нас многому научишься. Но мы охотно примем тебя, если ты этого захочешь». «Очень хочу», – сказал Мимбо Джимбо. И вот Мимбо Джимбо стал бродить по саванне вместе с большими слонами. Он терся от деревья и валялся в грязи, и купался в большой реке. Вот видите, большая река, пальца Мимбо Джимбо там с большими слонами. Мимбо Джимбо бродил по саванне целых 140 дней и был счастлив. А когда 140 дней прошло, Мимбо Джимбо сказал, «Большие слоны, теперь я хочу вернуться к себе домой. Спасибо вам, что приняли меня. Какой же я счастливый!» А большие слоны ответили, «Доброго пути, синий малыш. Хоть ты маленький и синий, мы знаем теперь, что ты такой же слон, как и мы». Когда Мимбо Джимбо вернулся домой, уже наступила весна. Мимбо Джимбо сидел у ручейка. «Ну как, встретил ты больших слонов?» – спросил Мимбо Джимбо. «Да», – сказал Мимбо Джимбо. «И ты пройдешь с ними по дикой саванне?» – спросил Мимбо Джимбо. «Да», – ответил Мимбо Джимбо. «И валялся в грязи и купался в большой реке?» – спросил Мимбо Джимбо. «Да». «И теперь ты счастлив?» – спросил Мимбо Джимбо. «Да», – ответил Мимбо Джимбо. «Вот и хорошо», – сказал Мимбо Джимбо. А потом они почистили зубы и легли спать. И крепко уснули. А далеко-далеко в саванне большие дикие серые слоны берегли все, что оставили Мимбо Джимбо. Разве они могли его позабыть? Вот и конец. Большие слоны смотрят на то, что Мимбо Джимбо оставил плохим. Хорошая история, хорошая сказка, да? Скажем спасибо. 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 Давайте спросим, можно ли с Маркусом фотографироваться? Можно. Да? Давайте. Давайте. Прямо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok